Друзья, приветствую всех! Сегодня будет видео со встречи с подписчиком. Такие видосы уже были у меня на канале, такие видео мотивируют многих, потому что люди видят, что нет ничего невозможного, и каждый человек может стать, кем захочет. Короче, досмотрите это видео до конца, будет очень интересно. Знакомьтесь, Данил. Да, приветствую, Тарас, приветствую, друзья. Вот, очень приятно, хочу поблагодарить тебя, что попал на твой канал, познакомился с тобой. Добился, скажем, своей цели. Смотрите, почему вот именно, Данил, почему я с тобой встретился, да? Человек очень-очень настырный, и с какого раза мы встретились? Ну, смотри, мы где-то, я думаю, раза с пятого встретились. Раза с пятого встретились, человек оставлял записки, оставлял подарки в барбершопе, купил две бутылки вискаря, картины мне подарил, полотенце. Названивал жене, думал, что там какой-то менеджер поднимет, а потом попал. Была моя жена, короче, я со всеми связался. Ну и, короче, мы встретились. Да. Вот. В свое время по твоей рекомендации прочитал Наполеон Хилл, и помню даже начало книги, как говорилось, про настойчивость, что, ну, как бы никогда не сдавайтесь, то есть следуйте своей цели, и рано или поздно у вас получится. У меня тоже для тебя есть подарок. Пописчики знают, что у меня традиция, я всем дарю часы. Одни часы мне уже вылили боком очень сильно. Ну, я надеюсь, это все зависит не от подарка, а от человека. От человека, конечно, это 100%. Короче, вот доставай портфель, там целая коробка. Ну, а я этого даже не ожидал, но в случае очень приятно. Я просто в свое время помню, как я видел вот этот видос, и такая, знаешь, отчасти просто мечта была. И теперь ты на этом месте. Да, и... За рулем. Короче, вот все, что осталось здесь. Ничего, все, что осталось. Я их укоротил, понял, вот тут браслеты, если тебе нужно будет удлинить, вот возьмешь. Короче, выбирай, все тут часики такие. Я просто вспомнил вот этот видос, как ты с партнером с Миттем, да, по-моему, снимал. И я просто помню, что ты ему тоже там рассказал немножко про часы, и вот на твое мнение, какие бы ты посоветовал. Выбирай просто, которые тебе нравятся. Ну, здесь все от 200 до 400 долларов. Не, вообще не в цемне. Да, так что смотри. Я смотрю вот то, что понравится. Как говорится, по душе. Ну, да. Это надо взять. Механизм, в принципе, везде одинаковый. Вот, на Мазерате вообще крутые. Ну, да, это мне подарили, когда я тачку покупал. Ну, просто, знаешь, мой стиль, мне же нравится все такое вот золотое, а без этих ремней, вот. Так что смотри. Ну, смотри, вот мне лично вот эти понравились. Ну, это самые крутые часы здесь. Вот, сначала вот эти, потом вот эти, и потом именно вот эти вот залетели прям. Это Майкл Корсы? Давай и померяй. Не знаю, или на твою руку, просто у меня тонкая кисть. У меня тоже, кстати. Ох, идеально, да? Идеально, да. Прям вообще по размеру. Все четко, красавчик. Благодарю тебя. Все, я тебе благодарю. Спасибо тебе за подарки. Тебе спасибо огромное. Я даже не ожидал, но очень приятно. То есть, это тот человек, который, ну, реально, то есть, я смотрел его все видео, и я просто понял, насколько это, ну, вообще открытый человек, душевный, и вот таких людей реально мало. И помню даже твой видос, как ты сказал, что, ну, мало людей искренних. И в свое время, ну, я просто понял, что я тоже являюсь, ну, таким человеком. Я в определенное время думал, что это, как бы, ну, не совсем хорошо, а со временем просто понял, что, ну, таких людей меньше, и если вы, ну, доверяете слишком, мы доверчивы, то есть, искренне. И, ну, в свое время это, скажем, способствовало тому, что мы там, ну, просто окружали себя очень позитивными, хорошими людьми, а со временем просто, друзья, нужно научиться, как бы, извлекать от ситуации и от людей вот просто пользу, понимать, что не все случайно, и люди, которые приходят к нам в жизнь, это для определенного опыта, и просто со временем, как бы, они с нашей жизни уходят, ну, у нас остается опыт. Еще, ребята, Данил добился очень крутых результатов. У тебя есть недвижимость. Да. И он гривневый миллионер, капитал больше 120 тысяч долларов. Короче, красава, блин, и мне приятно, что в этом тоже есть моя какая-то маленькая заслуга. Да, твоя заслуга, потому что в свое время, как бы, когда, ну, скажем, не было финансовых результатов, просто была мотивация, были вот твои, там, знания, твои книги, то есть, читал по твоей рекомендации книги, и просто понимал, что все у нас в голове, что нужно верить, до конца верить, то есть, истинно верить, не так, что вот только, ну, вы себя обманываете, нет, то есть, нужно уже себя убеждать, как будто вы уже, там, добились всего, что у вас есть, то есть, вы себя уже представляете, там, успешным человеком, и тогда у вас просто будут происходить трансформации в жизнь. Вот. Вот. И сам Тарас видел мои результаты. Да, человек мне все показал, зашел в приложухи, показал, сколько денег у него там, сколько денег, там, на Binance. Человек занимается криптой, у него свой офис, переехал в столицу. Да, с партнером сейчас двигаемся, развиваемся тоже. Вот. Вся движуха в столице, да? Да, в столице. Вот очень хотелось, свое время, просто пару лет назад, просто мечтал, что буду однажды тоже в Киеве жить, вот, хотел иметь бизнес, вот, и сами, как бы, являемся практикующими трейдерами, то есть, ну, просто многие, много ребят публикуют там сигналы, а своими деньгами, как бы, не рискуют, не ходят. А я, вот, на примере Тараса, который все в открытую показывает, что у него там на брокерских счетах свои деньги, и он, как бы, лично инвестирует, несешь ответственность, берешь вот эту ответственность и, как бы, передаешь вот эти знания людям, и вместе двигаетесь. Вот это ключевое, потому что, ну, ты, как бы, рискуешь своими деньгами и показываешь все в открытый свой результат. На своем примере. Да, на своем примере, вот это круто. Расскажи, наверное, как ты начинал, как менялось твое мышление, твоя философия, как там мой канал повлиял. Да, да, да. Ну, смотрите, друзья, вот начну, наверное, с того, что, как бы, в свое время я просто начал интересоваться вообще заработком. В свое время меня очень замотивировал Тарас, чтобы, ну, скажем так, не работать на кого-то. Вот меня, честно, вот это очень напрягало. В свое время я просто понял, что... Но кем ты работал раньше? Это не мой путь. Ну, я особо не работал. У меня был случай, когда, вот, ну, как бы, дела немножко не получались. Вот бизнес тоже там... И нужна была работа. Да, нужна была работа, вот такая ситуация. И я, как бы, понял, вот твои слова даже вспомнил, что берите всегда на себя ответственность. То, что происходит с вами, то есть за все вы это несете ответственность. И в свое время я просто, как бы, поддался. Ну, не то, что поддался, может, это и опыт. И, ну, это меня, скажем, еще больше замотивировало. Я в свое время, ну, уехал на заработки. То есть, ну, тоже была мысль, то есть я всегда в голове держал, что мне нужна там определенная сумма там финансов для того, чтобы там сделать какой-то бизнес. То есть, ну, всегда были цели, то есть всегда был какой-то план. Вот. Но мне очень, как бы, не понравилось. Я понял, что это не мое вообще. И очень было дискомфортно. И у меня просто изнутри просто настолько вот отвращение было, что я даже, ну, я находил вот множество разных путей, как можно вот приобрести финансовую свободу. И в то время даже смотрел Тараса просто, ну, то есть, просто верил. То есть, не понимал, как я приду к этим результатам, через что, что будет способствовать. Ну, уже было осознание, понимание было, кем ты хочешь, как ты хочешь жить. Да, понимание было, да. Была визуализация, было представление. Смотрел, как Тарас путешествует. То есть, у него философия, то есть, любви к всему. К всему, да. Да, то есть, окружать себя позитивом. Потому что, ну, как бы, негатива и так хватает. В этом негативе нужно найти позитив. И тогда у вас, ну, скажем, больше шансов. Ты концентрируешься на возможностях. Да, концентрироваться. Вот самое важное, что концентрироваться на возможностях. В свое время, даже вот результаты в трейдинге, благодаря тебе. Потому что ты сформировал вообще понимание рынка, как правильно работать. То есть, первое, это ключевое. Три ключа, помнишь, ты сказал? Да, да. Три ключа, без которых невозможно заработать. И суть не в том, что эти ключи люди не знают. Суть в том, что люди это не выполняют. Конечно, не следуют этим правилам. То есть, все знают, что с утра полезно бегать. Делают это только, там, 1-2%. Вот. И, как бы, три ключа. Стратегия, риск менеджмент и money management. Если не отклоняться, вот, вот, от своей стратегии. Ну, первое, это, как бы, выявить свои, там, ключевые сильные стороны. Что лучше получается даже в трейдинге. Вот. И только фокусироваться на том, я лучше буду зарабатывать стабильно. А в трейдинге это, ну, очень важно. Стабильность и дисциплина. Вот. И строго следовать своей торговой системе. Вот. И тогда у вас даже будут результаты. В жизни все происходит, ну, как бы, не случайно. Ну, у каждого человека бывает этап, вот, такой переломный. Ну, жизнь проверяет его, насколько, вот, его, там, желания, там, мечты, там, цели сильные. И насколько он, вот, верит в себя, там, хочет добиться успеха. Насколько он готов к этому успеху. Так у тебя были какие-то переломные моменты? Да, переломный момент, вот, это, когда я попал на заработки. Ну, в Украине не хотелось, там, идти на зарплату, там, ну, сколько, там, 5-7, 10 тысяч гривен. То есть, ну, с таким пониманием, даже отложить, там, каких-то 5-10 тысяч долларов, это, ну, является, как бы, сложно. И, ну, принял решение. Сложно, нереально. Ну, да, и принял решение, что я уеду, как бы, на заработки. И, как бы, ну, в мыслях было, что мне нужна определенная сумма для того, чтобы начать какой-то бизнес. В свое время я просто проработал, там, ну, примерно полгода. И этот период был один из самых сложных в моей жизни, потому что очень сложно было работать на кого-то, очень сложно было, вот, делать рутинную работу. Она была очень рутинная, то есть, мозг просто в определенные моменты, он просто выключался. И на автомате все. В автомате делал и говорил, что, дружище, это не твое, я не хочу идти по этому пути, надо что-то менять. Ты с утра встаешь, идешь на работу, работаешь рутинно, никакого прогресса, никакой, скажем, ну, мотивации. И в определенный момент просто ты понял, что лучше, как бы, зарабатывать меньше, сконцентрироваться на чем-то, ну, на своей мечте. Ну, расти, развиваться и получать от жизни хоть какое-то удовольствие. И в то время, я помню, даже когда вот, ну, очень много работал, даже были моменты, что ночные дежурства, то есть работа, мы работали по 10-12 часов. Работа тяжелая была, то есть это было даже, скажем, ну, в холоде, и даже тогда находил время на саморазвитие. То есть читал по возможности, смотрел видео, очень много видео смотрел, когда было свободное время, просто приходил. Даже сейчас очень помню, то есть такие моменты, когда у вас сложный период, вы очень все хорошо запоминаете. И даже тогда помню, как я смотрел видео Тараса, что с этим автобусом, помню, как... Жизнь автобуса. Да, жизнь автобуса, то есть вы кидаете в негатив, забираете только позитив, мыслите позитивно, вот. И, как бы, прийти к такому осознанию, что ошибок не бывает. Это уроки, это опыт. Жизнь нас проверяет на прочность, то есть не бывает все просто, а если, ну, так было, то тогда бы, как бы, все там были успешные. Но суть в том, что, как бы, не сдаваться, верить в мечту, верить в себя, поменять свое окружение. То есть и начинать мысли по-другому, то есть начинать менять свое сознание. Потому что, ну, деньги – это только, ну, как бы, ресурс, а все в нас в голове, наши мысли, они формируют вот эту реальность. И если вы верите в успех, тогда рано или поздно просто вы будете притягивать в свою жизнь то, чего вы хотите. Ну, у тебя такая философия прям полностью, как у меня. Да, ты следуешь всему, да? Всему. Так я пересмотрел, я не знаю, я, наверное, все видосы, то есть по несколько раз. Твои стратегии там по торговле, когда вот, ну, я понял, что, ну, на этом можно зарабатывать деньги. И тогда уже начал разбираться. Ну, даже благодаря тебе, вот, по основным трем ключам я двигался, я всегда понимал, что нужна своя стратегия, что не нужно отклоняться, что фокусироваться на возможностях даже в трейдинге. И успешные трейды, они тоже бывают, но задача в том, чтобы успешных трейдов было больше. Вот, и тогда вы в долгосрок сможете стабильно зарабатывать. Вот, и хотелось бы просто сказать, что каждый человек на своем пути может, вот, ну, найти себя, то есть создавать себя и во время движения, во время бега просто уже находить и дополнять себя. Просто действовать, расти, действовать, расти, и так ты находишь себя, да? Просто действовать, вот это одно попробовал, не получилось, получил опыт, двигаешься дальше. Извлек пользу, идешь дальше, но при этом всегда растешь, всегда фокусируешься на пользе. И рано или поздно ты просто находишь то дело, которое тебя будет вдохновлять, вот, мотивировать и, как бы, сила в любви. То есть не нужно делать что-то насильно, то есть не нужно, как бы, делать через усилия, а нужно ко всему относиться с любовью, и тогда вы просто это будете делать постоянно. Вот я, например, вот, ну, люблю, чем я занимаюсь, и в крипте, там, я нахожусь очень много времени, вот, анализирую, то есть смотрю, так, знаешь, 24 на 7. Ты проходил тоже медвежий рынок в 18-м году, потерял тоже, да, много? Да, да, в свое время я тоже потерял, то есть это опыт, друзья, то есть если бы я не потерял в 18-м году, то есть не сформировалось бы понимание, как заработать. Могу еще пример рассказать, как я вообще заработал, вот, основной капитал. Давай, это самое интересное для людей, наверное. Вот. Я очень много, как бы, анализировал рынок после того, как потерял в 18-м году, и просто я понимал, я очень сильно разбирался, там, в халвингах, вот, этих, в биткоине, понимал, что в свое время он будет очень ценный. И когда в 20-м году только начинался вот этот хайп, все знают, что я очень активно тогда, вот, инвестировал в криптовалюту. То есть все свободные деньги, которые у меня были, то есть я заходил в криптовалюту. Люди тогда немножко скептически, как бы, смотрели на это все, не понимали, вот, а я понимал, что будет рост, и будет очень бурный рост, и начнется эйфория, люди начнут тоже, как бы, инвестировать свои деньги. То есть это будущее, которое уже наступило, и не нужно, как бы, игнорировать. То есть нужно, как бы, разбираться, и со временем просто вы будете входить в тот процент людей, которые всегда следуют каким-то инновациям, и всегда на шаг впереди. Короче, ребята, что хочу добавить, вот, благодаря такой философии, вот, ты притягиваешь таких людей в свою жизнь, и если ты несешь только пользу, и, ну, люди это видят, только так люди тебя будут благодарить. Только за пользу. Тебя никто не встретит, я говорил, и не скажет, спасибо тебе за разоблачение, что разоблачил того, разоблачил еще там кого-то. Люди будут вам жать руку и уважать вас только, если вы будете нести пользу, и будете честным и открытым. Ну, вообще, в этом мире мы для того, чтобы, ну, что-то создать, и, как бы, нести, принести пользу, то есть принести какой-то... Вклад, сделать вклад, именно созидать, создавать, а не идти разрушительным путем, там, разоблачать... Потому что мы здесь временно, правильно, и не важно, сколько мы там денег заработаем, не важно, вообще, это все будет не важно. Важно то, что мы принесли в этот мир, что мы создали, чем мы можем поделиться, вот, с людьми, и что мы оставим после себя. Да, я говорил, что настоящий успех, это нифига не деньги, это, когда ты встречаешь человека на улице, и стартинг, можно тебе пожать руку, спасибо тебе, когда с других городов приезжают, в барбершопе мне оставляют письма, вот, настоящий успех. Ни бабки, ни просмотры, когда люди там пишут, спасибо, чувак, ты изменил мою жизнь, вот, настоящий успех. Многие не понимают этого, думают, что я, там, преувеличиваю, но представь, насколько приятно, да, вот, когда я тебя встретил, и когда, вот, может, ты будешь тоже в моей ситуации, и поймешь, когда тебя люди будут благодарить, это так приятно, когда человек тебе, там, снимает перчатку, инстаргинг, можно руку пожать? Это ценнее всего, это больше, там, денег. Я все вот эти вот письма сохраняю, это, ну, дороже, эти все письма, вот, у меня есть файлики, да, они у меня лежат, потому что, ну, это самая большая ценность, это дороже, не знаю, слитка золота. Да, я понимаю, даже от себя просто хочу добавить, я понимаю, что, ну, насколько у тебя большая аудитория, и сколько ты вообще ценностей принес, вот, миллионам людям, если, вот, в свое время ты просто меня замотивировал, и у меня в жизни, как бы, ну, началась, там, стадия трансформации, и, вот, я пришел к результату, и своей, там, настойчивости, вот, даже познакомился с тобой. Ну, я понимаю, что у меня сейчас, как бы, еще небольшая аудитория, и вот на днях тоже подходит человек, и просто жмет руку, и говорит, что я, там, в инстаграме наблюдаю за вами, и благодарю, там, за то, что вы делаете, то есть, и это было настолько приятно, я даже, ну, отчасти немножко даже не ожидал, потому что, ну, еще нету такой большой аудитории. Как бы, люди благодарят, что я принес какую-то пользу, ценность, вот, и всегда фокусируйтесь на пользе, фокусируйтесь что-то создать свое, свой продукт, который будет приносить людям пользу. И даже вот то, что ты говорила, что насколько приятно, когда люди тебе просто пишут, вот, что, да, спасибо, я, там, увидел твой сториз, я посмотрел такой же, там, технический анализ, привел, как и ты, и у меня, там, на пробое получилось заработать. И вот, я с таким человеком, когда есть время, я с удовольствием, как бы, общаюсь с людьми, там, записываю голосовое, созваниваюсь, и, ну, объясняю, там, еще плюс стратегию какую-то, там, риск менеджмент, то есть, ну, мне приятно, как бы, когда люди, ну, благодаря, там, тебе дали обратку, ты дал пользу, да? Вот, и еще можно больше принести пользу, и даже, вот, как бы, не в финансах, а вообще в людях, силах, в сообществе. Все мы знаем, там, ну, мы, там, слышали, там, смотрим мотивации, смотрим книги, читаем, смотрим успешных людей, и, ну, как бы... Про успех все уже известно, нужно делать это, да? Да, и все просто, как ты говоришь, нужно просто делать, и, как бы, большинство просто не делает, вот, и все. А, еще хотелось сказать, да, за книгу в свое время просто попалась мне такая книга, как «Сила разума». На Ютьюбе есть книга, вот, смотри, первое видео открыл, и вот, не стартинг. Так, «Сила разума», Джозеф Мерфи, да, Джозеф Мерфи, вот. И там просто все, как бы, описывается вообще про наше подсознание, то есть, говорится о том, что подсознание, наше подсознание является вообще творцом всего происходящего. То есть, благодаря нашему подсознанию мы можем в своей жизни формировать то, что мы хотим. И даже, вот, ну, благодаря твоей философии, видео, я просто понял, как можно взаимодействовать с подсознанием. И фокусируйтесь вот на возможностях, на успехе, и каждый день визуализируйте, и тогда вы будете вот это привлекать в свою жизнь. Потому что, ну, сила подсознания, то есть, на чем ты фокусируешься, то ты, как бы, усиливаешь и притягиваешь свою жизнь. Короче, будем заканчивать. Вышло солнышко, солнышко светит четким ребятам. Да, позитивным людям. Что вам я еще пожелаю от себя? Несите в мир только пользу, только добро. Идите всегда созидательным путем. И будете притягивать все самое лучшее в свою жизнь. Всем удачи и всем успеха. Что хочешь сказать? Всех любим, всех обнимаем. Всех целуем, да? Да, то есть философия любви вот это самое важное. Все, ребята, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok